Здравствуйте! Сегодня 26 декабря 2023 года, московское время 15 часов 20 минут. Это 33-я часть рассказа о проекте реформы образования. Начальное профессиональное образование. В двух частях сегодня часть первая. Сначала пару слов о учебнике фундаментального образования для первого класса. Поскольку желающих поучаствовать в этом не нашлось, я решил таким образом поступить. После того, как я расскажу о начальном профессиональном образовании, я в двух частях, видимо, вот прямо в прямом эфире, буду создавать учебник фундаментального образования для первого класса. Я думаю, это будет очень интересно и полезно. Проблема очередная в России. Дефицит работников в 2023 году составил 4 миллиона 800 тысяч человек. Особенно велик спрос на продавцов, операторов и водителей. Ну, то есть, тенденция переселения граждан в Москву, видимо, будет продолжена, чтобы люди друг другу услуги предоставляли и ничего не производили. Это проблема именно образования. И, в первую очередь, профессионального образования. Перейдем к рисунку 70. Здесь показана общая схема системы образования государственной. И здесь мы видим несколько вариантов использования начального профессионального образования. Ну, во-первых, ускоренное начальное профессиональное образование, которое предполагает сразу переход в профессию, которое требует некоторого все-таки дополнительного обучения в течение одного года, как правило. Ускоренное начальное профессиональное образование для людей, которые, ну, ошиблись, так скажем, с вектором своего развития, и им надо переучиться. Тоже в течение одного учебного года, если так формально рассуждать. Начальное профессиональное образование после детского сада. Вот это очень важная сфера. Здесь немного поговорим. Во-первых, родителям, после того, как проект будет реализован, этот народный проект, родителям не будет нужды отдавать из общих соображений детей, например, в музыкальную школу. Потому что после получения фундаментального образования люди будут понимать музыку, сочинять музыку, играть на музыкальном инструменте, точно так же, как после музыкальной школы. Поэтому вот эти детские школы требуют особого к себе внимания и требуют модернизации. Но в самом деле, вам известна хотя бы одна детская литературная школа, подобная музыкальной, а детская историческая школа. А, внимание, детская математическая школа. Не физико-математические школы, которые были созданы в том числе для того, чтобы создать и произвести достаточное количество ядерного оружия, например. А именно детская математическая школа в том же смысле, что и музыкальная. То есть школа для одарённого ребёнка в той или иной области одарённого. Причём, ведь это одарённые дети, гении, можно сказать, никакого места они чужого не займут. Дело в том, что если человек решит заниматься музыкой, то он может и в рамках начального профессионального образования, о котором я буду рассказывать, выбрать музыку в качестве одного из направлений, а также, если он определился со своим дальнейшим путём, после получения фундаментального образования, он сразу может поступить в учреждение фундаментального профессионального образования. Ну, в данном случае, в музыкальное училище. Причём, обратите внимание, мы уже об этом говорили на примере подготовки учителей фундаментального образования, что если в высшее учебное заведение есть два пути, через начальное профессиональное образование и через фундаментальное профессиональное образование, которое тоже предполагает дальнейшее развитие в высшем учебном заведении, то эти люди должны быть вообще-то равны. Не может быть преимущества у одного из них, потому что этот человек, помимо того, что сдал в нашем случае педагогику, государственный экзамен по педагогике, он еще владеет определенным объемом знаний в области, например, филологии и математики. А этот человек владеет еще определенными навыками и знаниями в области ухода, воспитания детей младшего школьного возраста, например. И то, и другое в жизни пригодится. Итак, еще один важный момент. Может быть, вы когда-нибудь слышали рассказ какого-нибудь большого спортсмена, чемпиона Олимпийских игр, о своем детстве, которого, пожалуй, и не было. Потому что для того, чтобы стать большим спортсменом, нужно много всего себя отдать. Тренироваться нужно много. Хорошо, а разве чтобы стать большим музыкантом, не нужно всего себя отдать? А большим писателям, а большим перельманам разве не нужно всего себя отдать? Из этого следует что? Все. Мы еще поговорим вот об этих учреждениях начального профессионального образования, о разнообразных детских школах. В частности, в рамках, когда я буду рассказывать о проекте закона об образовании. Но сейчас уже можно сформулировать несколько положений достаточно очевидных. Первое. Это должно быть учреждение фундаментального образования. Это очень важно. Потому что, чтобы отдавать всего себя, ну, это совершенно ненормально учиться в двух учебных заведениях. Второе. Это должно быть учреждение полного дня. Потому что для того, чтобы отдавать всего себя, должны быть созданы специальные условия для этого, чтобы отдавать всего себя. Домашние условия здесь во многих случаях не годятся. Третье. Этих учреждений должно быть больше по типу, например, детская литературная школа, детская математическая школа, которых сейчас нет. С одной стороны. А с другой стороны, учиться в них должны намного-намного меньше детей. Это учебные заведения действительно для одаренных детей. Для гениев. Четвертое. О переходах. На самом деле, никакой проблемы нет. Перехода из этого учреждения фундаментального образования вот в это и наоборот. Но здесь все понятно. Если человек решил вдруг, что он не хочет становиться олимпийским чемпионом в беге на 800 метров, а хочет просто бегать в свое удовольствие и научиться там на флейте играть в свободное от учебы время, он, естественно, может перейти из этого учреждения фундаментального образования в это учреждение фундаментального образования. Мы с вами очень подробно говорили о миграции населения естественной, и система фундаментального образования полностью приспособлена под такую миграцию и под такие переходы. Что касается вот такого перехода, который кажется, на первый взгляд, невозможным. Но это не так. Посмотрите, как этот человек, мальчик, там, владеет мячом, например, в динамике. Намного лучше, чем те, кто уже три года учится вот в этом учреждении фундаментального образования, в футбольной школе. Почему ему в четвертом классе не перейти отсюда сюда? А эта девочка в 12 лет начала писать так, что, ну, еще до Нобелевской премии в области литературы далеко, но все к этому идет. Ну и почему в шестом классе не перейти из этого учреждения фундаментального образования в это учреждение фундаментального образования? И, наконец, пятое. Управлять этими учреждениями фундаментального образования должно Министерство просвещения. Тогда будет порядок. Другое дело, что все министерства, а не только, ну, в данном случае, в основном, это Министерство культуры и Министерство спорта, вообще все правительство должно заниматься этим делом образованием. И мы это очень хорошо видели, когда в 32-й части изымали Министерство просвещения из болота правительства с одной стороны, а с другой стороны, когда у нас все остальные министерства стали образованными. Так что это очень хорошо. Ну, теперь вернемся к главному, о чем я буду рассказывать, вот к этому начальному профессиональному образованию. Как мы помним, восьмой год обучения фундаментального образования это введение в профессии, поэтому начальное профессиональное образование, предполагающее поступление в высшее учебное заведение, является естественным продолжением фундаментального образования. Здесь три таких момента. Первое. Помните, я спросил, будут ли предметы возвращены в школьную программу в системе начального профессионального образования? Конечно, нет. Они здесь еще более бессмысленны и бесполезны, чем в среде фундаментального образования. Это первое. Второе. Архитектура самих школ. К счастью, нынешние школы, совершенно не приспособленные для фундаментального образования, и это мы уже подробно рассмотрели, это вопрос, почему именно они не приспособлены, но их вполне можно приспособить для учреждений начального профессионального образования. Это новость хорошая. И третий очень важный момент. Начальное профессиональное образование, как и последующее за ними фундаментальное профессиональное образование и высшее профессиональное образование, требует очень большого, тщательного государственного планирования, чтобы не допускать вот таких вот проблем. Не хватка 4 миллионов 800 тысяч каких-то там работников. Неважно даже на каких предприятиях. Это планирование связано в том числе с развитием инфраструктуры страны, мы об этом уже говорили, и о концепции рабочих династий, и о концепции, где родился, там и пригодился. Много разных предприятий, на которых людям надо работать. Это, собственно говоря, общественный запрос. С другой стороны, если человек хочет искренне стать микробиологом, он должен иметь возможность им стать. Представим себе, вот просто посчитайте сами. Предположим, архитектурный комитет опубликовал список из 50 профессий или направлений, укропненных таких профессий. Это даже в приложении, я думаю, к проекту закона об образовании должно быть, да, такой список. И вот посчитайте, а начальное профессиональное образование, как вы увидите, для человека, который еще не определился окончательно, 14-15 лет, конечно, еще не определился. Тот, кто определился, может пойти в учреждение фундаментального профессионального образования. А кто не определился, здесь три направления. Вот в чем суть. Три направления. И давайте в формулу подставки посчитайте число сочетаний из 50 по 3. Если человек волен сам составлять три направления, каждый человек сам составляет три направления, и, пожалуйста, вот тебе класс, например, который учится по этим трем направлениям. Или три разных класса, об этом мы подробнее поговорим в 34 части. Как это запланировать, чтобы была с одной стороны свобода выбора, с другой стороны общественные потребности, чтобы удовлетворялись? Это очень сложный вопрос. И подробнее мы рассмотрим вот это именно, организацию вот этого начального профессионального образования, который следует за фундаментальным, то есть формально это 9, 10, 11 классы, три года. Мы подробнее рассмотрим в 34 части, уже в новом году. Спасибо за внимание. С наступающим вас Новым годом. Всего доброго.